Проводим рестораны для тех, которые, наверное, в вашей классе, и, как ни странно, они, ну, не странно, они уникрианские, но уникрианцев или веганов, и что более сырают, ну, сыраят, это вообще не хватит, потому что у нас там делали, ну, какие-то термические, термические аппараты, вариации будут. Вот, люди учатся готовить, в принципе, независимо от того, что есть там мясо или нет, или молочные продукты, где-то, если нет мяса, они не знают, что это будет совсем невкусно. Яблок почистил, ну, я почищу, ладно, и прижарим немного в сковороде, чтобы придать аромату осенью нашему супу. Яблок почистил, потому что язык очень хорошо в этой ситуации. Да. И есть значение яблок, сладкие, кислые? Ну, конечно, лучше взять послаще. Яблок кислые, они имеют сильный достаточный вкус и перебьют. Да, это можно сделать в духовке, в принципе, путь она круглевый сделает в духовке. Очень здорово, на самом деле, запекать яблок, ну, в разными способами. Конечно, лучше делать это, если мы хотим добиться прям печеной такой массы, чтобы превратить это потом в джем или какой-либо пюре. Конечно, сделать это лучше, ну, нарезать их достаточно мелкими кусочками, ну, достаточно хаотично. Вот, и запечь их в духовке под фольгой. Нет, 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 просто берем эту емкость металлическую, смазанную лимонным маслом, потому что все равно будет прилипать. И, собственно, в холодильник, да, яблоки. И тут вот уже можно изгибать фантазию и наличие всего, что есть в холодильнике. Потому что можно использовать, ну, пожалуй, лучшее сочетание яблок, это яблоко-корица. Собственно, я ее также взял. Взял, да, взял. Вот, корицу в палочках, кстати, лучше использовать, потому что она живее. Вот, молотые специи умирают быстро, ну, то, что умирают, не выветривается и теряет свой вкус. Так, водичку мы подогряем. Или встаем ее. Вот, я просто подогрел воду, чтобы в дальнейшем она скипела побыстрее. Собственно, ну, такому количеству яблок достаточно, одно я съем потом, чтобы все это закончится. Греем в сковороду. Возник вопрос. У вас дома загорелось масло на сковородке. У вас, допустим, газовая плита и загорелось масло. Как вы вам потушите? Еще варианты? На самом деле, да, максимально. Ни в коем случае нельзя заливать его водой. Да, да, да. Даже, ну, наверняка, все они все, но видели программу изрушителей мифов. И они делали эксперимент там, заливая, собственно, зажженное масло водой. Им однажды удалось добиться пламени, точнее, столба пламени высотой, по-моему, 5 метров. Вот, то есть это может все случиться у вас дома, если, ну, там еще не хотелось бы, ни в коем случае, залить горячее масло водой. Масла у нас сейчас нет, поэтому давай просто его водички. И сейчас с маслом бывают такие моменты с обычным растительным. Оно может сам распламениться. Вот у меня недавно на кухне был такой момент. Поставил кастрюльку обычную, налил в нее масло. То есть, ну, была новая кастрюля, и, если кто знает, не знает, новую посуду лучше прокалить с маслом, ну, на высокой температуре сахаром. Вот, врубил. Ну, и, в принципе, стою, смогу, ну, дымится, дымится, дымится. Только отвернулся, у меня бахло такой просто столб пламени. То есть, там не искренне ничего, а плитка была индукционная. Честно, я был, ну, скажем, легко очень удивлен. Вот, и масло раскалилось в такой степени, что я накрыл его крышкой, хотя, видите, что-то внутри мне говорил, потому что дам ей водой. Накрыл крышкой, думаю, ну, все, погасло. Открываю крышку, там подношу так вот к вытяжке, чтобы вся эта гореть не хотела, и оно у меня снова загорается. Что такое? Снова накрываю крышкой. В общем, оно у меня загорелось трижды. Вот, настолько оно перекалилось. Так что, если у кого-то дома индукционные бриты, не оставляйте масло без присмотра и не колите его сильно. Вот, зато кастрюлька вот так. Ну, вообще ничего к ней не прилипает совсем. Мускат-марет свежий. Точнее, сэм. Опять же повторю о прелести использования целых неловых специй. Они сохраняют аромат. Намного скучно. О, я уже много оцены чувствую, этот запах, а вы. Помощь. Помощь. Сапожим вот так. Да, с коньим пацаном постоянно темно заигрывает нам. Наши гости. Ммм, запахло. Пошло, корица. Да. В принципе, нет. Можно сменить сиропом. Сиропом пенамбурно-мин, например. Ну, подсластить чем-нибудь таким срама стоит. Потому что ям мало сахара, и они, ну, более кислые даже, если это сладкие яблоки. Вот, поэтому, ну, немного два лет стоит, конечно. Вот, немного свежий, конечно. Вот, сахар кармелизирует яблоки и придает им, ну, такой, и хромирный вкус, и аромат. Вот, и более такую, ммм, ясную консистенцию, наверное, так бы ее назвал. Вот, пока яблоки не подпекаются, злочку я отставлю. Вот, займемся, собственно, самой тыквой. Так, много я думаю, нам не нужно. В основном, очень большие. Ну, всегда небольшие. Вот, и хранить ее дома в холодильнике. Ну, если вы, допустим, отрезали от нее небольшой кусочек, Лучше, конечно, ну, если отрезали, то почистить ее от внутренностей. Потому что сама по себе она пролежит, ну, пролежит достаточно долго. А, и хранить начинает, в общем, вот эту вот часть, в первую очередь. Вот, делать это лучше всего ложкой. Обычной металлической, деревянной, как у дома. Ну, вот, собственно, связанная от кожуры. В принципе, да, но я бы еще покупаю очищенные уже. Вот, конечно, это абсолютно. Или вы конкретно эти хотите? Нет, нет. А, там, я там еще... Нет, мне не жалко, если что. Конечно, можно их использовать, но прежде нужно будет очистить от кожуры. Точнее, от... Сушить обязательно, может быть, почистить? Да, подсушить обязательно, потому что ее, ну, просто можно нереально почистить. А если вы пытаетесь, вы больше не знаете. Определенно. Лечите только одним способом. Следующий способ. Что? Какого сорта? А, если вы не раз, вы не пытаетесь в поле складе, да? Честно, я не знаю название конкретно этого сорта тыквы. А по весу, например. По весу... Так. Да на самом деле, делаю тоже на глаз. Вот. Ну, здесь грамм... Килограмм, а человек сделал... 850, например. Нам, может, на глазу привозили... Ну, что... Вот. Есть... Тыквы такие... С маслеем. А, грушевидные. То есть... А? Бутылочные? Да. Вот. Бутылочные грушевидные, я не знаю, кто как их называет. Может быть, что ее есть и такие. Вот, мне кажется, хоть они и не настолько митильные, потому что на Хэллоуин им не находится место, но по мне так, из них получается, пожалуй, лучший вкус блюд. Потому что они имеют какой-то такой максимально центральный аромат, сладость. Порежу огенчика, сварилась бы быстрее. Но, длиннадцатого воды лучше, чем, когда гореть. Кто-нибудь когда-нибудь ел пасту с тыквой? Да, смотря, что есть. Здравствуй. Можете почувствовать себя уникальным, наверное, в гостепласти. Для меня, на самом деле, паста с тыквой была достаточно странное сочетание. Это... Даже не знаю, с чем сравнить. Например, как мороженое с кремом. Да, на самом деле, все зависит от того, как это сделать. Нужно плотно пасту, 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 пасту. Можно, кстати, и мочить. Если правильно, как вы сомневаетесь, и мочите. Это будет и утромяк, по сравнению. А все видят, что я делаю вообще? Нет, видно. А, 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 а. Или кому-то не видно. Если кому-то не видно, можете подходить. Так намного интереснее. Как сделать пасту с пропеченной тыквой? Если мы заварим, заварим, заварим. А, 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 так. В принципе, ну, очень легко. Я говорю, то, что... Каков механизм? А, 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 ну, потушить на сковородке. Пока они еще не остыли. А, потушить на сковородке. А, кто веган, можно сделать это с кокосовым маслом. Ой, молотом. Можно сделать это со сливками. То есть, ну, сначала мы прижариваем тыкву, вот, потом добавляем туда немного лукови или чеснока, а лучше и того, и того. Ну, прям, нет мяса порубленного. А, 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 а также, ну, и притушиваем. А потом уже, прям, когда паста у вас сварилась, добавляйте на сливки, затягивайте их до густоты, и, собственно, получается вот соус. А потом туда по пасте. Вот, немного добавить зелени, обязательно, мне кажется, вот, петушка или кинза вообще идеально подходят к этому. Что еще добавить? Клевого. Ладно, ну, конечно, штык не виселищно. Вот, так, сразу добавляем яблоки. Вы добавили яблоки, а ты хайшер, твердый? Да. Вот, ну, сразу забросим все вместе, благо то, что это будет крем-суп. Вот, именно поэтому нам вид нарезка абсолютно не важен. Кари. Я очень люблю карри. Вот, карри масала, обычный карри. Все это очень прибавляет вкуса и аромата нашей тыквы. Я использую два вида карри, то есть обычный карри и карри масала. То есть, карри масала, он, ну, продается в магазинах здорового питания, в единической кухне. Разных, 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 разных. Там, ну, это набор специй. Из разных там добавляют кардамон, кукуму, еще много других всего. Кроме, тут вообще даже не думаете, а сразу, смотрите, колокольчиков. Конечно, конечно. Вы электричество любите? В общем-то, отлично. О, и вам не надо. Можно заплоткать. Очень, кстати, интересную акуму можно приготовить из, ну, опять же, из тыквы. Вот отходите ближе. Совсем. Можете прямо даже, ну, прямо рядом встать, но только так, чтобы остальным было видно. Водички, да, сейчас совсем немного, потому что это крем-суп. Любой крем-суп, вот, кстати, вот сейчас вот я вам покажу. Вот, начинка. И чтобы сделать, все видели, начинку на крем-суп нужно заливать водой или сливками так, чтобы она только-только покрывала. То есть, ну, не сильно больше, а иначе консистенция получится не то. Ну, не такая густая. Вот, будет более водянистая. Никто не против одного зубчика чеснока? Нет, ну, просто бывает. Видите, такие, которые не тушают чеснок или лук. Вот, а теперь тушение. Ой, запахнут. Соль еще нет, соль прежде концов. Вот, вместе с перцем. А чеснок лучше налезать, или можно налезать, только заливкой когнать? А, если чеснок, чеснодавкой или чеснодавкой, чеснопрессом вы называете, как хотите, то лучше под конец. Чеснок, вообще, в принципе, всегда лучше добавлять под конец, потому что он быстро отдает свой вкус, и если его подвергать долгой термической обработке, он, ну, его теряет. Элементарно. Вот, и его не остается совсем. Вот, можно разделить на две части, так скажем, чеснок, которые нужно добавить в блюдо. То есть, одну часть, ну, если мы, допустим, прижариваем лук, с чесноком, то есть, нашел прижариваем лук, через минуту чеснок добавили, а потом уже в сам конце, ну, ну, за две-три минутки добавляем в это горячее блюдо второй часть чеснока. Тогда его вкус не потеряется. Честно, очень люблю, вот, начал про рагу рассказывать, делать рагу с тыквой, кабачками, зеленым горошком и брокколи. Вот, и все это в кокосовых слифтах. Что это? А, да, все, ну, там, то есть, ну, добавить туда, ну, стандартный рагу, лук, немного чеснока, все это прижарили, добавили туда тыкву, вот. Кстати, тоже овощи, рагу, там, ну, и в какие-то овощные блюда нужно добавлять по твердости, то есть, какие-то самые твердые в начале, чтобы они успели приготовить. А, нет, ну, тушить, тушить немного воды, ну, чтобы не жарилось, ну, чтобы и не варилось. Вот, воды туда, ну, в такой рагу много не нужно, потому что в таком случае, ну, во-первых, овощи отдают много жидкости, а, во-вторых, кокосовые сливки потеряются, потому что, ну, у них такая консистенция, она не обволакивающая, она дает сильный аромат и вкус, но не, ну, не такую его сливочную консистенцию, будь мы сделаем ее, мы эту рагу на сливку, на обычную. Можно, кстати, взять баночку кокосового молока и, ну, мешать его со сливками, то есть, в каком-либо блюде. Кто это может практиковать дома? В принципе, он тоже антасторомат. Ровно так же, как кинжутное масло, можно добавлять немного обычным растительным, потому что у него все равно очень сильный вкус. Соль и перец. Пока я собирался сюда, я решил не смешать все воедино. Кстати, иногда удобно смешивать все на перец сразу во дно в домашних условиях. Мне кажется, нужно еще корица. А кто что знает о свойствах мускатного орега? Мне кажется, что золотой человек знает, что я не показал, нет? Ну, на самом деле, путь на этом мастер-классе больше мужчин будет. Эта информация была более актуальна, потому что мускатный орег с дорогих времен является ахотезиактой для женщин. Это начало считаться, по-моему, в берегоне греции. То есть, если кто-то меня слышит, парни, возьмите на замерку. А у кого там есть блендер? Еее! Это самое большое количество рук, которые я когда-либо видел, задавая этот вопрос. Честно, это радует. Честно, вегетарианской кухне без блендера, по-моему, вообще невозможно. Вот, ну, никак. Ну, или хотя бы мясорубки. Вот, мясорубку можно использовать для котлеток из нота, из марша, из всего, чего угодно, то есть из бобов. У нас на кухне есть мясорубка, профессиональная, большая такая, есть, килограмм 25. Вот, мы называем ее мясорубкой, хотя мясо, она вообще никогда не видела. Только нут. Только нут. Значит, если, особенно если... А можно еще одну? Да. А, можно использовать и так, но потом ее стоит достать. Потому что к тому, кому она достается в тарелке, я думаю, не понравится. Но, потому что это очень красный, становится под вкусом. Отдачет ли это сам? Ну, не совсем, не совсем, все-таки натертая корица отдаст аромат и вкус, она намного больше. Можно добавить, ну, половину натереть, и вторую, да, бросить туда. Капанное помещение, капанное? И все, я думаю, с этим проистерется. Тыквенные семечки, зеленые. Тоже мы, я взял их уже готовые, потому что я знал, что времени будет совсем немного, и пространство для готовки тоже. Прижарить, вот, можно их прижать с носковородки, можно их прижать, запечь в духовке, можно добавить, ну, можно, наверное, даже лучше добавить немного соли к этому всему. Ну, не понравится всем, как семечки, как первые. А мы, может, друзья, очищенными или попали? Ну, да, конечно, то есть, очищенные семечки, хотя, хотя, если вот остались семечки из тыквы, то, конечно, можно их, ну, все-таки лучше запечь в духовке, потому что на сковородке их очень легко сжечь. Вот, есть еще такой важный момент, прежде чем убрать его в холодильник, ему нужно дать полностью остыть. То есть, не то, что вот под номером или кастрюлька наружу, где-то тепленько, нет, он называется прям полностью остыть до комнатной температуры, потому что он остывает снаружи, а внутри остается, ну, горячим. И вот из-за этого дисбаланса, температура, он может просто скиснуть за 5 часов. У меня была такая ситуация, у меня скисло 20 литров чудесного тыквенного супа на кокосовых сливках. Я очень грустил. Вот, а все из-за того, что, ну, естественно, во-первых, оставил его закрытой крышкой полностью, то есть, не приоткрытую, то есть, его тоже нельзя оставлять, томить под крышкой, собственно, как и все остальные супы. То есть, ему нужно давать дышать. И вот, слишком рано убрал холодильник. Убрал вечером, утром прихожу, у меня там такой, открываю, а он снимался. А если бы я оставил до вечера, он, мне кажется, вообще будет сам на птичке. Гулять нас пояснил. Я еще не понял. Да, почему? Проверяем на готовность. Собственно, уже близко. Это баночка, это баночка в мастер-классе. Я думаю, через пару минут мы сможем начать пробивать филендеры. В принципе, если у кого-то его дома нет, можно заморочиться, но протереть его через сивы, например. Либо же скалпить. Это, конечно, будет немного не то, но примерно... Лежит луковичка, это одна из вариаций? Да, собственно, это одна из вариаций супа. Мне кажется, почему сейчас в последний момент решил сделать без нее. Есть другой рецепт, ну, естественно, вариаций тыквеного супа очень много. Мне кажется, один из самых домашних, это элементарный лук. Одна, допустим, такая большая луковица или две. Грамм 600 картошки и килограмм тыквы. Айфоны несут, прошу не приправляйте. Я пытался, вкус они дают. Грустно. 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 В сливки можно добавить соевое молоко. Ну, все. Чиснок, я любил чиснок. Очень здорово, по 놈у, чиснока на самом деле, такие люди. Немного корицы. Ну, опять же, можно сказать, добавить кори. Вот. Все это вы загландерите. Кстати, можно сохранить суп намного дольше, если, допустим, Сливки добавить перед отдачей, то есть мы его сварили, остудили, убрали в холодильнике. Потом, когда хотим покушать, наливаем в себя отдельно эту сливку, не греем весь. И добавляем туда сливки, и все это просто вмешиваем, и чуть-чуть прогреваем на минуту подольше. Получается ничуть не хуже. Собственно, кто видит, кто не видит, я не знаю, как показать. То есть воды немного, мы видим всю начинку, все ингредиенты, начинки, наверное, пирогов. Даже не подправляйте меня совсем. Я ведь могу и оговориться. Тут даже на районе какой-то инструмент хороший. Это еще маленький. Бывают вот такие. Вот, это просто профессиональный кухонный блендер, и честно всем советую, если кто-то действительно очень любит катаристома, то можно купить вот один раз такой. А что делать бюре, да? Во-первых, можно делать пюре в килограмм по 10 сразу. А как называешься? Робокол. То есть, представляете, это часть тела, а Робокол. Да, на самом деле, да. Вот, но честно, я не занимаюсь, конечно, никакой рекламой сейчас, но чисто от человеческих побуждений можно взять его, и он, естественно, прав служит всю жизнь. Правда, стоит так, как электроплита или холодильник. Средство самообороны, да? А? Средство самообороны. Да, если взять побольше, то им нужно вполне от нашествия зомби обороняться. Вот, потому что... Ну, мы с проектом Доброй Кухни, Loan Food, готовим уже два года на разных фестивалях. Фалатин, хумус, разные супы и так, и там подобное. И честно, у нас с блендеров сгорело, наверное, штук шесть. И четыре мясорубки. Вот до того момента, пока мы не купили просто на профессиональные. И по себестоимости, ну, то есть, не по себестоимости, а по полной стоимости, ну, вышло примерно так, что купить вот один такой, либо же шесть этих методов. Пододвинул себе поближе. Чтобы было поудобнее. Яблочный дыквенный аромат, по-самому, здесь я приобрела. Обландерить максимально мелкое нужно для того, чтобы, собственно, вкус раскрылся. Любой измельченный продукт дает намного больше вкуса. Представьте себе, по моменту, попробуйте ложку сахара, обычную, и ложку сахарной пудры. Ясное дело, что сахарная пудра будет намного слаще оказаться во рту, нежели это. И также, ну, для всего остального. Чем меньше структура, тем приятнее вкус. Как говорил один из моих шефов, у крем-супа должна быть консистенция такого, вот когда ты его берешь на ложку, мышиного хвостика. Назовем его так. Чтобы он так нежно стекал одной струйкой. Здесь такой консистенции нет, поэтому будем дарим еще. Я думаю, можно оставшиеся яблоки использовать для украшения. Собственно, нашего супа. Даже несмотря на то, что он у вас в стаканчиках. Сколько у нас человек? Кто готов посчитать и сказать вам это? Спасибо. У тебя глаза где-то сзади? У тебя глаза где-то сзади, а ты заранее почитала. Качественное положение от реального блюда, по которому прошу просим вас. То есть, вы их полярно положите? Конечно, всегда в домашних условиях. Очень интересно можно поукрашать блюда. Допустим, на семейный ужин. Ну или просто простой ужин. Намного приятнее есть красивое блюдо, если же, ну, неженое просто взяло и валить, повторяю. Вот. А украшать можно чем угодно. То есть, ну, начиная от мелко порезанной зелени, веточкой тимьяна, например. Ну, кстати, тоже, да, печеные тыквы. Можно ее заблондерить, залить в такую бутылочку с тонким носиком и, собственно, нарисовать на тарелке вот этим вот соусом что-нибудь. Ну или, допустим, украсить края пасты. Вполне возможно. В ресторанах так и делают, на самом деле. Если ягодный джем, то варят ягоды с сахаром или без. Все это взбивают и украшают на тарелках. Кажем эти дочки. Дети очень хотят на мастер-класс. Можно попробовать. Дети очень хорошо, не плохо. Нет, там прям чуточку сахара. А сливки, значит, что не хочешь? Нет, сегодня железный пест. Нет, ну, я еще и за результат. А салфу-то? Кокосовый нет. Я, к сожалению, хотел, правда, но их можно найти только в большой гипермаркете. Либо шан, но кей. Если они дома есть, то можно будет в салфе? Сливки? Да. Вот, но я не смог действительно их найти. Я вообще хотел сделать с такими супами, но с кокосовым сливками. Что у вас сливки? Но, к сожалению, не удалось. Фотографички? И... Возьму семечек. Возьму семечек. Мне больше нравятся они, когда они порублены мелко. В общем, кстати, удобный способ шинковки чего-либо. То есть нож держится вот так вот. Вот буквально здесь залез, и здесь он прижимается. И поехали. Зелень, семечки, орешки, пальцы, все что угодно. Очень удобно. Очень удобно. Вот, опять же, целые семечки и орешки, совершенно разные ароматы дают. Мы с собой можем делать. По телевизору у меня это очень хорошо, но мы уже можем. И вы придумали, начали, но я не могу сказать, это теми, и не нужно, чтобы иметь все. Она очень удобно. Она, она, видите, как, конечно, это не дает. Добить по вкусу, но в конце, конечно, всегда много лучше. Хотя есть такой способ готовки, просто, когда блюдо готовится полностью от самого начала и до конца не пробуя. Потом преподносится к Кришне, читается мантра и только потом вкушается. Ну, это из-за медической культуры, кришнаитской. И как ни странно, я очень долго удивлялся, но когда смотрел на людей, которые делают так, у них получается, у них получается вкусно. И я не знаю, это правда какое-то лучшее слово, даже у ребят, которые особо готовят, не у них. Вот, то есть они читают мантру, но они просто вкладывают душу в это. Вот, но я, конечно, не готовлю так, чтобы совсем не пробовать. Собственно, взошелся сахар. Собственно, взошли специи. Долго это все не перемешать. Собственно, можно разливать на пробу. Сколько у нас уже не было времени? Приготовление. Сейчас. А сколько было яблок в начале? Два яблока я взял, например, среднего размера, сладких. А за счет этого появилась в супе такая небольшая кислинка. И вы пишите чуть-чуть попозже, да? Я обжарил их, ну, притушил немного с сахаром, сперциями, то есть как корицей, мускатным орехом, а также с сахаром. Можно их потушить на сливочном масле, либо же масле ги. Кто знает масло ги? Раз. Почувствуй себя замечательно. Масло ги – это топленое масло, тоже индийский рецепт. Ну, да, этот рецепт появился в Индии изначально. Очень-очень-очень чудесная вещь для готовки. Потому что вкус у блюд получается совершенно другой. Неожиданно. Да, то есть масло ги, допустим, если вы хотите что-то пожарить, даже тот же самый лук. Вы берете, бросаете его в сковородку и добавляете в него специи. То есть не в само блюдо, а именно в это масло. Даже элементарно, даже вот такой ги, ну любой, заиграет совершенно другим ароматом, нежели это будет сделано, допустим, в средине готовки, либо же добавив его в растительное масло. Честно, у меня просто слезы не потекли от радости, когда я впервые столкнулся с ним. Вот, и плюс к этому оно очень долго хранит. А как выбирать тыкву, чтобы она спелая была? По цвету кожи. То есть тем, чем темнее кожа тыквы, то тем она более спелая. Вот. Ну зависим, кстати, от сорта. То есть будь то бутылочная, будь то, ну какая-нибудь другая тыква, сколько раз сталкивался. Собственно, с дыней, по-моему, так же можно сделать. И тыквенных семечек. Можно срезать нож? Нож? Конечно. Мы думаем просто так круто-круто все его сделали. Как у нас с людьми. Так, конечно, надо учиться, да? Это тон овощей. Ну, можно перерезать пару тон овощей, тогда все быстро. У меня еще тон овощей. Спасибо большое. Не, ну что. Ура. 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 Я более чем уверен, что никто не пробовал такой крутыхленый крем-суп. Очень яблый. Очень вкусный. Да. Очень вкусный. Ура. Ура. Спасибо. Ура. 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 Очень вкусный. Я очень приютный класс. Спасибо. Спасибо. Приходите к нам на мастер-классы. Спасибо. А я еще раздеваю. Мы проводим мастер-классы в библиотеке. Доброй кухне можете пройти в контакте. Встреча. Ресторан-библиотека на Невском 20. Там же у нас есть лавка специй, где можно купить...